Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы с вами продолжаем играть в Shadow Fight 3. Значит, смотри, я тут заметил интересный факт. Ты перестала или перестал мне приносить много лайков? Я стал замечать их меньше. Я не знаю, с чем это связано, но советую тебе отписаться от всех. И все, что ты был должен другим, поставить сюда. Ребята, у нас сегодня новый день, собственно, загадок полной луны. И я увидел пожелание, чтобы я сыграл именно в этом скине, который я, собственно, взял именно в загадках полной луны. Сегодня мы не будем открывать с вами 10 паков, потому что у меня совершенно не было времени, чтобы играть и все такое. Мы откроем с вами, скорее всего, 5 паков, но если нам выпадут жетоны, 500 хотя бы, да, то мы сможем открыть еще паков. Но, наверное, этого не получится сделать. Хотя, будем верить. Окей, загадки полной луны. Кстати, она постоянно мне вот о нем напоминает, хотя, как бы, я это читал. Вот это регулярная фигня. Вот сейчас новая будет. Вот что загадал лотос сегодня. Все склоняются передо мной. Предо мной, ведь я величайший победитель. Кто я? Ты знаешь, что это такое? Так, ну, наверное, здесь это тень, теневой разум, хотя фиг его знает, давай посмотрим, что будет. Когда я думаю о матери смерти, я вспоминаю бабушкины слова. Она говорит, что ведьмы это принцессы, которых никто не любил. Ведь любовь это важно. Если ты любишь, то ты приступишь через страх и победишь лень. Может, это глупо, но скажи лотосу, что мой ответ – любовь. Кстати. Ага, это может быть любовь. Это может быть любовь. Так, ну хорошо. Давайте отыграем, собственно. Победи противников и получи возможные отгадки. Давайте посмотрим. Я пойду в этом сете. Непосредственно сегодня. Так. Оба, 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 оба. Оба, 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 оба. Чуть-чуть запись у меня слезла. Окей. Как так получилось, я не знаю, но допустим. Страх, ребята. Это страх, это девушка, сразу видно. Ну, начнем сразу с карусельки. С карусельки мы начинаем. Атакуем. И с ней же, если честно, с карусельки бы я и закончить хотел. Собственно, почему бы нет, да, как говорится. Но я больше ничего не делал. Я с карусельки начал, я с карусельки закончил. Все правильно, все верно. Так, окей. Скин реально очень прикольный. В боях смотрится очень красиво. И, ну, я знал, что вы захотите, чтобы я сделал серию именно с этим скином. Серию киллов, скажем так. Серию ноков, серию тумаков, скажем так, ребятишкам. И серию царапания их сидения в машине. Так, окей, простите, пожалуйста. Это у меня опять свои мысли пошли какие-то непонятные, да. Ну, поэтому, как бы, когда смотрите ролик, не надо сразу, вот, залью я такой видос и сразу, там, не знаю, ставить дизлайк и все такое, не посмотрев даже ролик. Вот этого делать не надо. А то, кто не зальет ролик, то сразу начинают напрыгивать что-то, начинают доской бить за чем-то людей. Зачем вы это делаете, я не понимаю. Так, окей, хорошо. Воу, нифига себе на пол хп она меня опустила сейчас просто. Она меня просто сейчас опустила на пол хп. А, смотри, а урон-то, а урон-то с того ивента остался, смотри. А урон-то-то с того ивента? Вот почему ее зовут Страх, ребята. Урон-то с того ивента. Ты видишь, это не контрится ничем абсолютно. У меня, у меня, ну, какой-то прикол, походу, да, но именно с первого противника я в третий раз подряд вылетаю нахуй. Вместе с сетом вот этим, да, который не проигрышный получается. Капец. Не получилось один раз, будешь стараться, получится. Покажи им, кто тут великий победитель. Я ее ударю сейчас. Я тебе серьезно говорю, я сейчас ее ударю. Так, загадки полные лунэм. Давайте, кто следующий? Победи противников. Давай смотрим на следующего. Чертенка-ребетенка. Кто он там будет, я не знаю. Посмотрим. Скорее всего, это какой-то изгнанник тоже, да? Это любовь. Только почему-то это мужик. Это девушка же должна быть, да? Это мужик, что ли? Подожди. Так это мужик, что ли, или что? Это мужик! Любовь, это мужик. Это не женщина. Это мужик. Это слово должно ассоциируется с нашими прекрасными дамами. Почему она ассоциируется с этим педиком? Объясните мне, пожалуйста. С этим переигравшим в Dead by Daylight чуваком, судя по его раскраске на животу. Как так? Это невероятно. Нет, серьезно. Я думал, любовь это все же дама, как бы, но... Конечно, меня... К такому меня жизнь точно не готовила. Это... Это очень страшно. Это очень страшно. Так, окей? Так, значит, это либо лень, либо страх, либо любовь. Это ловушка. Лотос просто дразнит меня. Я на такое не куплюсь. Лидер культистов Матерь Смерть когда-то была влюблена в главного палача в Легионе. Ты можешь себе... А, ты можешь себе такое представить? Влюбиться в палача. Когда она поняла, что ее чувства невзаимные, она помешалась на смерти. Сама возомнила себя палачом и собрала культ. Просто в дрожь бросает. Ни за что никогда не позволит чувствам свести меня с ума. Помнишь вчерашнюю загадку? Разум самое драгоценное. Разум самое драгоценное. Я помню. Как они объединили загадки и дни. Это круто. Значит, Матерь Смерть была влюблена в палача? Того самого с первой главы, который должен был казнить героя главного. Прикинь, да? Вот это, да, вот это моменты. Лень. Вот лень девушка, а любовь мужчина был почему-то, понимаешь? Вот это, кстати, офигенно, да? Вот это офигенно сделали. Так, тихо. Успокаивайтесь, пожалуйста, госпожа лень. Так. Отлично. Все, до свидания. Не, ну это жестко. Слушай, что Матерь Смерть, оказывается, имела чувство к тому самому палачу. Ты представляешь? Вот это, да? Ну, тут интересный поворот событий, я тебе скажу. Хорошо. Будем знать. Но у палача не было к ней взаимного, понимаешь? Она даже форму надела, как у него. А взаимных чувств она не увидела. Поэтому она сама помешалась и стала всех просто убивать и постоянно в багровом лесу нас с тобой насиловать с помощью своего арбалета. Окей. Очень круто. Так, ну остается главный лотос. Собственно, сейчас мы с ним сразимся и у нас с тобой будет все очень хорошо. Ну, скорее всего, это любовь, потому что, коль у нас такой диалог о Матери Смерти. Любовь и все такое. Фестивальное предложение. Это тоже могло бы быть любовью, будь у меня лишние деньги на это. Это тоже могло быть любовью. Окей, отправляемся на босса. Лотос у нас сегодня будет с двуручником уникальным. Но ничего, сейчас мы попробуем его тоже победить. Я, кстати, в скине лотоса. Получается, я самый настоящий лотос. Я уже самый настоящий лотос. Но, скорее всего, именно скиновой будет драться в конце, в последнем дне. Ух ты, круто смотрится, кстати. Знаете, что самое крутое? То, что ты тоже можешь такого лотоса себе создать. То есть, мы вот смотрим на ивент. Уникальный босс. Постоянно новый лотос. Но прикольно, что сделали кастомизацию. То, что даже ты сам можешь спокойно создать себе вот такого лотоса. Против которого сражаешься. То есть, перекрасить этот меч в черный. Задать лотосу тоже эффекты черного. И, собственно, будешь таким же лотосом, как и этот. То есть, ты сам можешь стать таким же боссом, против которого сражаешься. Именно вот лотосом. Это круто. Так. Поехали, лотос. Держи. Лови. Так. Хорошо. Лови. Да что ты делаешь? Я хотел тебя же перекинуть. Блин. Я думал, он выбил оружие из меня. Так. Держи. Оба. Промахнулся. Вот это я люблю делать. Вот это вот. Когда я подпрыгиваю на... Ага. Ага. Металочку давай кидай. А, не успел. Ну ладно. А, когда он кидает металочку, а я резко вверх взмываю с этим остеневым приемом составной. И когда металочка летит, а я-то уже вверху его начинаю просто гнобить. Вот это прекрасно. Так. Сейчас мы за него как раз получим печенюхи, медальки. И попробуем пооткрывать с тобой паки. Посмотрим, что у нас выпадет. Сегодня не 10 паков. Повторюсь, сегодня 5. Но попытаемся, конечно же, что-то оттуда. Ё-моё. Нифига себе выбил. Я уже по привычке из Shadow Fight Arena пытаюсь ногой подработать ему, чтобы он упал. Вот. Да я встану сегодня или нет, а? Он хотел еще в третий раз это применять, чувак. Давай, до фанатизма это не доводи. Верный ответ – любовь. Ну, понятное дело, потому что уже спалили Матерь Смерть. То, что она была, скажем так, безответная. Как это правильно, да, говорится? Когда какой-то человек не видит... Вернее, ты к нему испытываешь, а он не видит этого. Вот. И не хочет как будто видеть. Ха-ха. Так и знала. Я уже щелкаю загадки лотоса, как орешки. Надеюсь, следующая загадка будет потруднее. Большое спасибо, что всегда приходишь мне на помощь. Наверное, наши судьбы как-то связаны, раз лотос привел меня к тебе. Я надеюсь, что нет. Я не хочу быть связан с тобой. Никаким образом, абсолютно. Абсолютно. В следующий раз у нас будет Мастер Могил, Повелитель Ногил. Ой. Мастер Могил. Мастер Ногил, Повелитель Могил. И его тайны различные. Но так как это дядя нашей фанатки, да, собственно, мы с тобой будем узнавать, я так полагаю, дальнейшую историю большой семьи и ее большой семьи. Вот. И, собственно, надеюсь, наши судьбы с фанаткой никогда не пересекутся. Только в ивентах. Только в ивентах. Так, окей. Пять паков мы можем себе позволить сегодня. Давайте, собственно, этим и займемся. Прямо сейчас. Прямо здесь. Без регистрации и смс, как говорится. Поехали. Ну, чтобы это посмотреть, тебе нужно, конечно же, подписаться. Все такое. Так, окей. 60 редких ключиков мне дают. Неплохо. Для начала неплохо. В принципе, это ужасно. Так, дальше. Дальше, друзья. 288 теневой энергии. Я понял тебя. Давай до желтого расчертим. Посмотрим, сколько сейчас будет. 20 легендарных ключей. Хорошо. Сейчас попробуем еще до желтого расчертить. Ну, я же знаю, что это не дает никаких моментов. Никаких надбавок, бонусов. Если, чем больше ты черпишь, я имею ввиду. Вот, видишь, 90 ключей. Ну, что ж, остается последний пак. И я надеюсь, он даст какую-то хорошую награду. От которой будет, ну, потеплее. Я закрою глаза, чтобы этого не видеть. Ну, да, лучше бы не открывал. Это, это видеть не... Это выколоть глаза просто надо, чтобы вот не видеть этого. А потом все равно же смотришь такой, да? И думаешь, ё-моё. Так, хорошо. 18131. Смотрим на уникальный набор колориста. Что там выпадает. Очередные 8 красок, да? Так, красная и синяя по 4 штучки выпадают. Ну, это хорошо. Это прекрасно. Внутреннее небо, не чешная такая карта. Но остается совсем немножко. Молодцы те, кто уже выполнили. Те, кто дальше, чем 20 тысяч уже ушли. Но у меня столько времени нет, чтобы задрачивать сидеть. Поэтому я, собственно, играю по мере возможностей. Вот. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok